кто мне нужен для успешной сделки очень важный вопрос какие помощники вам понадобятся чтобы совершить действительно качественную инвестицию кто необходим для совершения сделки в германии а кому можно обращаться по необходимости с первым вопросом все просто для совершения сделки нужен только нотариус в гражданском кодексе германии прописано что все сделки должны проводиться нотариально как выбрать нотариуса и насколько это принципиально с одной стороны все нотариусы работают в одном правовом поле и в общем оказывает одни и те же услуги но как и везде есть специалисты более или менее профессионально кроме того у каждого есть специализация своей работе я по каждому значимому вопросу обращаюсь конкретному эксперту в вопросе но я работаю в германии давно и набила шишки если у вас опыта нет на что обратить внимание германии есть государственный нотариус а есть те кто совмещает эту деятельность работа юриста адвокат например в саксонии такое совмещение невозможно а в берлине вполне понятно что в рамках одного дела такой эксперт выступает только в одном качестве но все равно если он не является узким специалистом и не всегда но обычно его квалификация слабее мой опыт говорит о том что с проволочками неточностями и даже легкой халатностью можно столкнуться при работе с любым нотариусом но я бы рекомендовала обращаться к узким специалистам тем более если речь идет о многомиллионных инвестициях с большой вероятностью при выборе объекта вы столкнетесь с маклером 90 процентов на немецких сайтах идут именно от них здесь важно понимать что маклер это не зло но обойти его если к нему обратился продавец не удастся многие ошибочно думают что маклеры работают под заказ 90 процентов маклеров германии работают по другому у них есть объект и они продают этот объект они уже работают с потенциальными покупателями чаще всего у них заключен эксклюзивный договор на продажу того или иного объекта это правильно потому что если один и тот же объект от нескольких маклеров выставлены в интернете это наводит на мысль что с ним что-то не так маклеры предлагают объекты в открытом доступе маклер работает на результат у него ограниченное число предложений но доход его зависит от успеха сделки при этом скорее всего маклеру будете платить именно вы покупатель в германии принцип кто заказывает тот и платит работает в области аренды а здесь комиссия маклера может составлять до 6 процентов нету в объявлениях на немецких сайтах эта комиссия должна быть указана вероятно это будет сделано мелким шрифтом так что будьте начеку и просто совет вы можете обратиться к маклеру с тем чтобы он подобрал вариант под ваши параметры но не стоит обращаться с аналогичным запросом сразу к трем-четырем специалистам и тем более постоянно намекать каждому что он не единственный вы не заставите его работать активнее и несколько слов о консультантах это уже отдельно нанимаемые специалисты у которых вероятнее всего нет их объектов они работают со всем рынком у профессиональных инвесторов бывает даже собственный штат своих консультантов но это особая история оплата консультанта безусловно зависит от масштаба сделки но в принципе деньги он получает за работу то есть он не привязан к конкретному предложению которое должен продать он осуществляет индивидуальный подбор оценку даже при необходимости тюделиченс это серьезный масштаб и серьезная ответственность с обеих сторон поэтому ответ на вопрос привлекать консультанта или нет зависит от размеров сделки выбирая доходный дом на 10 квартир вполне достаточно воспользоваться услугами конкретного маклера который прекрасно осуществит индивидуальную работу по объекту совсем же серьезная сделка связанная со строительством большим объектом с несколькими арендаторами покупкой доли в компании здесь нужна проверка а значит помощник консультант а возможно и шире адвокат налоговый советник и так далее следующей серии проекта что такое гмбх и как открыть его в германии не забывайте подписываться на обновлению youtube канала прианру будем рады вашим лайкам вопросам и комментариям а 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